Добрый вечер. Значит, тема у нас сегодня в общем-то... Для большинства из вас знакомы, я уже выступал здесь, но постараюсь сегодня рассказать, ну, ориентировочно в течение часа о, не просто о лагерях КОМИ АССР, а о лагерях как системе, на примере именно КОМИ АССР. Тем более, что чем больше я занимаюсь этой темой, тем больше убеждаюсь, что еще много сюжетов, вообще связанных вроде бы с ГУЛАГом, которые вроде бы уже все знают, про все мы знаем, и все нам известно об этой системе, что в общем-то много нюансов прошли мимо людей, интересующихся этой темой. Потому что что мы рассматриваем, прежде всего, когда говорим о ГУЛАГе? Мы рассматриваем лагерь как единицу экономическую, как единицу страдания, как единицу географическую, то есть его территория, состав заключенных, как они жили, если это можно назвать жизнью, конечно, что с ними стало. Мы говорим о лагерной администрации, какая она была плохая, как они плохо входили с зэками, и, собственно говоря, вот на этом и останавливаемся обычно. Это очень важные сюжеты, но давайте помнить о том, что лагеря действовали на определенной территории, где вообще есть советская власть, некая местная система власти, которая не могла стоять в стороне от действующей на ее территории вот этих вот гулаговских опухолей, должна была с ними как-то взаимодействовать. Ладно, как и гулаговская система должна была взаимодействовать с местной системой. Как гулаговская система, в конце концов, отразилась на территории, на людях, которые там живут, как вольные. Почему выбрана КОМИ АССР? Не, ну понятно, почему. По крайней мере, первые понятия. Я из Сахтывкара, я занимаюсь историей лагерей именно КОМИ АССР. Я главный редактор мартиролога, коми-республиканского мартиролога, жертв политических репрессий и покаяния. Понятно, что я эту территорию знаю лучше других, так мягко говоря. Но это первое. Второе. Дело в том, что чем больше я занимаюсь этой системой, этой историей, тем больше убеждаюсь в том, что КОМИ АССР, это действительно в Благовской системе явление уникальное. Действительно уникальное. Потому что, во-первых, ну смотрите, это территория, с которой, по сути дела, начался Благ. Если не первый, то одни из первых лагерей, как опыт создания новой пенециальной системы, как раз появился в КОМИ АССР. Тогда КОМИ Автономной области, я об этом скажу. Во-первых, лагеря. Во-вторых, пожалуй, я считал по регионам, у меня получилось побогаче по количеству лагерей. Вообще, как ни странно, Московская область только превосходит в КОМИ АССР. Но там лагеря послевоенные, они маленькие, под определенное строительство. Там, главное, здание МГУ построили, организовали маленький лагерек. Он его построил, все, его закрыли. В КОМИ АССР за всю историю лагеря, 29-60-й год, вот в временной рамке, действовало 22 лагеря. 22. Такого, пожалуй, не было нигде. Причем лагеря самые разнообразные. И вот, как эти лагеря взаимодействовали между собой и с территорией. И почему именно такое разнообразие появилось вот в этой одной из автономных республик Советского Союза. Вот она перед вами. Территория примерно сопоставима с Финляндией. Почти один к одному. Только на тот момент, о котором мы говорим, начало 30-х годов, вот на этой огромной территории, Финляндия, проживало 300 тысяч человек. Сейчас эта территория депрессивная, прямо скажем. Население убывает. Сейчас в КОМИ, республике КОМИ, 850 тысяч осталось населения. Но это почти в три раза больше, чем было на тот момент, когда началось оговорить. Территория практически была пустая. На ней был один город, Сыктывкар, столица. В нем было аж на 25 тысяч жителей. То есть примерно 10% всего населения республики. Все. За Сыктывкаром дальше практически почти пустые пространства. И в то же время, уже в 20-е годы, территория тогда КОМИ автономной области рассматривалась как один из основных средневых районов, ресурсодобывающих районов Советского Союза. Еще в 20-е годы встал вопрос о том, а вообще что с этими ресурсами делать? Прежде всего с лесом. Правительство КОМИ автономной области напирало на то, что у нас главное богатство леса. Знали, что там есть нефть. Нефть под Ухтой исследовалась еще до революции. Еще в конце 19-го века. Даже один нефтепромысел организовали, Гансберга. Но честно говоря, кроме того, что там есть нефть, в 20-м годах ничего известно практически не было. Каковы ее запасы, каковы условия залегания, ничего этого не было известно толком. Хотя геологические исследования не проводились. В начале 30-х годов выяснилось, что наряду с нефтью, о, наш, на Воркуте, есть еще и уголь. И уголь хороший. Но это уже была лагерная система, к этому времени создавалась. И еще в 20-е годы правительство Коми ставило вопрос о том, что нам надо бы, во-первых, построить железную дорогу, чтобы возить лес. А во-вторых, это вот самое интересное, нам нужны людские ресурсы. Потому что освоение, а Коми ведь довольно близко к центру. До Москвы всего 1200 километров от цех Тывкара. Это не бог вископ. Как говорят, до Ленинграда столько же примерно. Это, в общем-то, рядом. Это вам не Сибирь, не Дальний Восток. Как эти ресурсы сделать доступными? В условиях минимальной механизации вопрос стоя в том, что нужны люди. В 20-е годы руководители Коми-Онусы ставили вопрос довольно деликатно. Разрабатывая первый пятилетний план. А не попросить нам, Москву, прислать нам рабочих. Нет, не говорилось, это было заключенные. Рабочих. Правда, один из первых деятелей Коми-автономии по фамилии Батьев пошел дальше. В 1921 году попросил у Москвы прислать в Коми для освоения нефтяной Ухты кронштадтских матросов, которые как раз в это время провинились тем, что подняли вот кронштадтские митии. Ну, как говорится, у нас как аукница, так и открикница. Этот инициатор Батьев потом четыре раза прошел через лагеря и в конце концов был расстрелян. в 1937 году все уже в дурлаге. Но заметьте, вот эта вот идея о том, что надо бы нам насильно прислать людишек на разработку естественных богатств, она витала уже с начала 20-х годов. И когда создавалась магнитная система, когда еще, в общем-то, никто четко не понимал, как ее развивать, когда была принята идея, чтобы в 1929 году создавать новую инициальную систему, систему, основанную на том, что заключенные будут работать и сами себя задержать и приносить пользу стране своей работы, эта идея была, по-моему, естественным образом. Было решено ее опробовать на примере как раз комиавтономной области. И в 1929 году по сути дела одновременно в коме возникло два первых лагеря. Один, причем два первых лагеря совершенно разных, с разной судьбой. Вот один не вписался в систему, второй как раз положил начало системе лагерий. То есть системе, как некое наличие набора определенных пунктов, взаимосвязанных в разной степени между собой и функционирующих вот как бы вот так вот в этой самой взаимосвязи. Первый лагерь был организован в 1929 году. Он назывался Северные лагеря ОГПУ особого назначения. Ну, название, видно, связали с Соловков, но в Соловке это все-таки уникальный объект, мы о нем сейчас говорить не будем, это уникальная история. Причем, заметьте, вот уже первый лагерь был создан под решение определенной экономической задачи. Потому что лагеря ГУЛАГовские создавались как дуалистические, как с двумя задачами. Первая это, понятно, клинциарная, содержать осужденных, их, вторая экономическая. И с моей точки зрения, уже с первой же в отделе экономическая задача преобладала. Потому что в чем, ведь Советский Союз не был изобретателем прилудительного труда заключенных. Но вот в чем Советский Союз, наша, сказать, Родина внесла посильный вклад в новаторство в этой области, это в том, что лагеря создавались в тех местах, где нужно было что-то построить конкретно. Вот почему экономическая задача явно преобладала. Сперва ставилась задача построить железную дорогу. От Цыктывкара на юг до Кировской железной дороги с выходом на Пинюк и дальше в центр. А потом уже вот под эту задачу определялось место лагеря и лагеря столица. В 29-м году первой лагерной столицей стал Сыктывкар. А что тянуть-то от него же должны были тянуть дорогу. Задача содержания заключенных стояла на втором месте. Потому что к сожалению от первого лагеря Севлон Северный лагеря ОГПУ особого назначения сохранилась очень слабая документальная база. Почти ничего не сохранилось. Архив Севлон был уничтожен в по-моему в 36-м году в Ухте когда лагерь закрыли все документы свезли туда и там просто сгнили под открытым небом. Поэтому мы сейчас даже не можем восстановить судьбы заключенных. Нету ни дел ни карточек почти ничего. Но есть документы связанные со строительством которые некоторые воспоминания сохранились которые позволяют говорить о Севлоне как о довольно своеобразном лагере. Скажем вот какой у нас образ лагерского лаг-пункта. Забор к поверху колючая проволока четыре вышки по углам с охранниками с попками там с винтовками внутри энное число бараков бахта через которую этапы входят и выходят на зону. Вот типичное представление о лаг-пункте. Я расскажу представление о лаг-пункте второй половины тридцатых и пятидесятых годов. Первые лаг-пункты в Севлоновске были совсем другие. Охрана формально существовала но никакой проволоки никаких заборов по сути дела не было. Что делала охрана я так и понять не могу потому что так и не могу найти никаких документов где бы регламентировалась деятельность охраны лагеря. Заключенные получали отпуска за хорошую работу удивительно но это факт. Сохранились воспоминания верить им или не верить они не у нас я забыл фамилию автора который пишет о том что Сектовкарце тогда Усисольце еще возмущались тем что в выходной в городе в пивную не попасть одни зэки сидят. А вот документ который сам видел он не менее забавный начальник лагеря всего по-моему Васьков потом который на коломер прознавился пишет начальнику ой начальнику секретарю районного партии Сыфельского это вот здесь где дорога проходила что вы вообще разберитесь со своими колхозниками потому что это безобразие мои зэки гады такие обвинивают новые валенки и бушлаты на самогон и картошку а потом приходят ко мне и говорят начальник я на работу не могу идти у меня валенок нет я же им напасусь то существовал свободный скажем так товарообмен натуральный между колхозниками которые не прочь были получить добротные бушлаты и заключенными которые не просьбили поправить свое здоровье продукты питания местного производства не всегда понимаете вот это в отношении сороковых пятьдесятых годов было совершенно немыслимо совершенно невероятно но в начале было именно так более того открытие можно себе представить открытие строительства этой железной дороги с участием зэков было торжественно обставлено в масштабах города в это время проходил очередной съезд советов областной делегаты съезда советов есть вспоминания Коишева председателя областполкома делегаты съезда советов дружно с заседания пошли на открытие строительства железной дороги это было в самом Сокревкаре сейчас это центр города вот это место рядом с Ковкарским университетом областполкома Иван Григорьевич Ковешев лично первую тачку опрокинул будущий насыпь и под облады сметой зэки продолжили эту поступательную работу вы можете себе такое представить в нашей скажем ну 37-го 40-го или 45-го года это 29-й год 29-й год начало до открытия лагеря начало строительства железной дороги но вот заметьте Севлон имел одно особенность он никак не вписался в систему его значим было построить железную дорогу и все он правда уже как и все последующие лагеря был скажем так много профиль дело в том что сейчас посмотрим на примере второго лагеря лагеря сперва строились под решение какой-то одной главной экономической задачи в данном случае строительство железной дороги но они тут же стали вспомогательными производствами какими-то ремонтными цехами какими-то там еще медицинскими это не производства скажем сельскохозяйственными обязательно сельскохозяйственными угодьями потому что как-то кормиться надо было и скажем вот Севлон тут же в Сыктывкаре создал совхоз на месте нынешнего центрального архива были огромные поля они тянулись вдаль где выращивали картошку морковку свеклы на пропитание вот контингента так сказать никогда они не удовлетворяли потребность в продуктах но какой-то минимум они все-таки прибавляли но главное построить железную дорогу железная дорога не была построена это первая мертвая дорога в Советском Союзе и как раз показывает всю безалаберность и неорганизованность вот этой самой лагерной экономики она не была построена по одной простой причине Иосиф Кисарионович Сталин решил что важнее Беломор-Балтийский канал строить и дорогу бросили на 80% была отсыпана насыпь уже на 80% были построены все мосты железнодорожные на одном участке даже шпалы уложили были построены станционные здания то есть осталось чуть-чуть зэков сняли и вот характерный момент именно для Коми и сказали а теперь ребята достраивайте дорогу сами и областполком взвыл а некем некем достраивать до 37-го года шла переписка с Верхом ну может дадите нам кого-нибудь зэков ну чтобы мы хоть достроили до 37-го завязали в 37-м году с перепиской по одной простой причине к этому времени было уже четко решено и начато строительство Печовской Северпечовской железной дороги от Котласа вот она родимая от Котласа и на Воркуту и уже местная железная дорога конечно уже была неактуальна так она и стоит сейчас в некоторых местах можно увидеть оплывшие насыпи заросшие лесом мы там иногда показываем ближайшие на экскурсии можно найти полусгнившие мосты уже в этом самом в этом самом лесу вне Пролазном где народ грибы и крюкву собирает можно найти какие-то артефакты но дороги нет и одновременно в 29-м году в районе Ухты высадилась Ухтинская экспедиция ОГПУ вот именно это даже не лагерь а экспедиция с небольшим зэков при наличии двух или трех охранников сейчас даже точно не помню но заметили на 100 зэков два-три охранника было не больше одного начальника по фамилии Сидоров хозяйственника эта экспедиция ОГПУ имела задачей исследовать нефтяную Ухту и начать там нефтяные разработки экспедиция в 31-му году переросла в полноценный лагерь Ухта-Печорский ИТЛ это был первый полноценный лагерь на территории Коми с которого и пошла система потому что лагерь возглавил Яков Моисеевич Мороз самое забавное что он был зэком его забыли освободить назначенных начальником лагеря он сидел в той же самой Ухте за превышение полномочий он был бакинским чекистом и на допросе покорячился застрелил допрашиваем за это он получил энное число лет чтобы не соврать сейчас не буду по-моему 7 лет он получил потом спохватили что кадры у нас как известно решают все Якова Моисеевича назначили начальником лагеря забыв освободить он несколько месяцев был формально зэком руководя лагеря Яков Моисеевич развернулся на полную катушку потому что вот он как раз ставил задачи мы призваны он был романтик вообще был определенной степени перевоспитать зэков сделать их настоящими строителями если не коммунизм то социализм и превратить коми в цветущий промышленный край и надо сказать что безалаберно абсолютно с огромными убытками он начал превращать эту идею в жизнь я повторяю к этому времени как раз выяснилось геологи выяснили что на Воркуте есть уголь о сказал Яков Моисеевич мы его и будем добывать где Ухта Жень поменьше чтобы масштабы были видны где Ухта где Воркута сейчас от Ухты до Воркуты по железной дороге поезд идет больше суток вообще-то ну наверное около суток примерно тогда никакой железной дороги не было шоссейных дорог и сейчас там нет так что про те времена и говорить нечего не беда послали экспедицию в 31 году в Ухте в Воркуте забили первые колышки и лопатами начали копать уголь именно копать потому что вот особенно с лагерной экономики что Ухтинская и вот что в Воркутинской хорошо видна она ее безалаберность заключается в том что они по сути дела наплевав на все почти принятые правила стали одновременно и исследовать район геологически и одновременно добычу сразу сразу начинать скажем если кто-то из вас бывал в Ухте вы можете подтвердить слова что в Ухте нефтяной столицы Коми нет ни одной нефтяной вышки более того их там практически никогда и не было потому что само-то Ухтинское нефтяное месторождение оказалось копеечным и лагерь получил бы здорово по шее если бы случайно если бы лагерные геологи а специалисты там были будь здоров не открыли так называемую тяжелую нефть вот рядом с Ухтой в поселке Ярика Ярикская тяжелая Ярикская тяжелая нефть сейчас это практически уже Ухта и собственно говоря если вы посмотрите любую книжку об Ухтинской нефтедобыче как она растет знаете она растет за счет Ярики за счет тяжелой нефти это совсем другая нефть скажем так мягко говоря сейчас не буду 20 технических подробностей потому что я в них профан знаю только общие слова тут надо специалист химик или специалист нефтяник чтобы разъяснил разницу по крайней мере могу одну сказать тяжелую нефть добывают шахтным способом то есть и она используется в основном не как топливо естественно для изготовления масел смазок и так далее это очень ценный продукт но это не совсем нефть мягко говоря знаете и только потом уже геологи пошли на восток начали открывать новые месторождения первая газовая седьёльская и так далее а ухтинская это оказалось пшиком по существу ну и что зато начали осваивать воркуту в 30-е как осваивать сразу поставили палатки вот это тоже особенность лагерной экономики то есть не создается лагерная не создается инфраструктура сперва высаживается людской контингент в точке освоения в зоне освоения а потом одновременно начинается промышленное освоение и создание инфраструктуры там жилья каких-то там санитарных медицинских учреждений там подсобок ремонтной базы причем абсолютно при этом не смотрится а как все это добро туда доставлять собственно говоря потому что и отсюда получается создание комплекса промышленного на пустом месте да вот зэки организовали воркуту воркута угольная столица коми обязана своим возникновением гулагу у нас так вот часто и говорят гулаг это конечно очень плохо но гулаг построил воркуту гулаг построил нефтяную ухту гулаг построил железную дорогу значит вроде как получается не совсем это плохо цель-то достигнута понимаете цель действительно достигнута была вроде бы но цель можно достигать разными способами извиняюсь если я уже приводил пример я его сам придумал он мне очень сам самому нравится гвозди можно забивать кирпичом и молотком в обоих случаях вы гвоздь забьете но согласитесь что молотком как-то и дешевле и удобнее и вообще и пальцы целы будут по крайней мере но предполагает что хотя результат получается один и тот же так вот гулаг забивал гвозди кирпичом даже хорошо если кирпичом он мог деревяшкой забивать гвозди вот пример якоб Моизеевич Мороз организовал воркутинский промысел уголь стали добывать уголь вопрос куда его девать железной дороги не было она появилась в 41 году была достроена вывозь воркута на которой возник город река не судоходная это построили первую в Коме АССР пускоколейную железную дорогу по ней вывозили с воркуты вот ну вообще да это самое до места там недалеко где она впадает в Усу по Усе там построили огромную перевалку в Воркутовом потом по Усе до Печоры и по Печоре до Север вот таким вот путем на баржах на Рьенмар где невозможно построить портовые причалы где можно грузить этот уголь только на рейде соответственно и уже на Рьенмар тащить пароходами в Архангельск уголь становился мягко говоря даже не золотым а бриллиантовым причем он становился не золотым не бриллиантовым на самом деле он становился грязью потому что вывезти его было невозможно ведь он просто гнил воркута он превращаясь просто постепенно в грязь теряя свой товар товарную ценность но воркута то была и теперь Ухтпичлак уже занимался и нефтью и углем и железной дорогой в 37 году решено построить железную дорогу Печорскую кто у нас ее будет строить а Ухтпичлак он уже есть в конце концов в 37 году лагерь разросся на таких размеров он даже не от Ухты шел его вот по всей железной дороге до Воркуты что он сам не управляет и вот тут начала рождаться система в 38 году Ухтпичлак огромный это было можно сказать революционное решение в ГУЛАГе разделили на 4 штуки каждый со своей производственной задачей так стало из одного лагеря выросло 4 специализированных Воркутинский уголь Ухтинский Ухтаижинский он назывался нефть газ Устьвымский он располагался вот в этом районе лес и северный железнодорожный строительство железной дороги получилось причем все 4 лагеря вот где система образуется вынужденно контактировали между собой поскольку скажем лесозаготовки в коме СССР с 30-х годов велись в основном силами спецпосиленцев колхозников не загнать было на это дело они не дружинные понимаете еще до этого так и было пока спецпоселенцев не привлекли к этому делу кулаков в 30-м году колхозники заготавливали лес точнее даже колхозов не было частники а их попробуй замани этих людей но заготовки легли на плечи спецпоселенцев спрашивается чего делал Усть-Вымский лесозаготовительный лагерь а он еще впитал себя в 30-м году я забыл сказать у нас вот опять как они контактировали у нас образовался новый лагерь вот в этом районе он назывался Локчинский лесозаготовительный это вот знаменитый приказ по которому было организовано под большой террор 7 новых лесозаготовительных лагерей два из них в коме один Усть-Вымский вроде как не Ухты-Жемлаг и второй Локчинский тут выяснилось что к 37-му году что Усть-Вымский по сути дела и работать то не начал потому что из него сделали районный лагерь Ухты-Жемлага потом выделили в отдельный и к нему присобачили Локчинский так возник огромный лесозаготовительный лагерь который существовал до 60-го года до конца ГУЛАГа собственно он и потом существовал под названием учреждения Ан-243 давно и тоже по сути дела он дожил до 80-х годов преспокойно который заготавливал лес не для строек народного хозяйства в основном по крайней мере а для лагерей рудстойка в Оркуте кругляк для строительства бараков служебных зданий это все усть-Вымлак они по сути дела в этой системе были подсовным лагерем для промышленных лагерей снабжая их лесом строительство железной дороги по сути дела пересекало территорию всех существовавших на тот момент лагерей и по сути дела во всех лагерных пунктах столицах были подразделения двух лагерей вот скажем в Ухте Ухты-Жевлак рядом в Сосногорске его еще не было был поселок Ижба назывался по сути дела расположился все в Желдор-Лак ну они там буквально рядом в Аркуте на Печоре на Печоре были подразделения нескольких лагерей это приводило к довольно забавным иногда последствиям город Печора очень интересен по своей структуре он напоминает Гантелю вот два ядра которые связаны некое такое ну сейчас уже там третье появилось ядро тогда не было связано некое такое вот просек я еще первый раз в 70-е годы туда попал мне вообще удивляло это что ты сперва вроде как в городе ходишь потом сел на городской автобус и выехал в болото поездил по болоту по лесам и въехал опять в город потому что два ядра гантелей это была железнодорожная часть города это был Сев Джолдорлаг который строил железную дорогу и речная часть города вот печора видите она стоит на пересечении железной дороги и реки печора и речная часть города где обосновались чуть ли не все остальные лагеря там был обрабатывающий комбинат там был порт а железнодорожной частью вот железнодорожный лагерь каждый строил то что ему нужно поэтому город такой смешной и оказался с перемычкой два шара гантели с перемычкой и каждый лагерь по сути дела осваивал свою территорию и дальше дробился вот заметьте локси-млаг был поглощен усть-вы-млага это законченный элемент системы дальше развивать лесозаготовительный сегмент смысла не было усть-вы-млаг нормально с этим справлялся совсем другое дело скажем ухта я уже говорю что нефтяная ухта быстро сдулась но контингент в ухте сидел весьма квалифицированный то есть я сейчас называю лагерный контингент как нечто общее но вы прекрасно понимаете что там его можно делить на определенные категории мы сейчас это просто не рассматриваем потому что это другой вопрос политики зэки воры мужики и так далее среди политиков было довольно много среди политиков основном довольно много квалифицированных специалистов которых кстати говоря эта система иногда иногда но не всегда и распределяла согласно своей квалификации ну скажем первый главный геолог ухтпечлага Николай Николаевич Тиханович выдающийся геолог попал на ухту совершенно определен конкретным способом он проходил по академическому делу и ему сказали либо расстрел либо на ухту ну выбирай но догадайтесь с трех раз что он выбрал тем более что Николай Николаевич был нефтяником он как раз работал на ухте еще до революции он знал район он быстренько его быстренько привезли в ухту через некоторое время колонизировали и он стал вольным специалистом но с судимостью на всякий случай вольным специалистом который поднимал нефтяную ухту также в ухте оказался скажем Кремс будущий герой соцтруда доктор наук профессор лауреат и так далее он прибыл из нефтяного Баку молодым довольно чиновеком он нефтяник практик он к тому времени уже имел орден Ленина когда его посадили в начале тридцатых что вообще был большой редкостью и дальше он уже все же не жил в ухте он можно сказать в ухте он корифей есть улица Кремса его именем Бюст его установлен ну и так далее все замечательно так что вот специалисты нефтяные начали работать на восток и выяснилось что на востоке есть еще и под Вайбожем и под Вазеем нефтяные месторождения и главное в Синьёле газовое месторождение и в сорок первом году из ухты же лагеря выделяется газовый лагерь Верхний Ижинский вы понимаете но вот система действовала непродуманно Верхний Ижинский лагерь просуществовал всего год началась война было решено а что дробить кадры управленческие его обратно воткнули в Ухт-Печвак то же самое произошло с Воркутой Воркута начала развиваться как самостоятельный лагерь в 31-м году но уже в первой половине 30-х годов геологи поперли на юг и обнаружили что угрь есть и в Инте вон она подверг другой угрь энергетический в Воркуте хороший как сующийся уголь он металлургический а здесь энергетический ну и что стране нужен и такой уголь сделали Интинскую командировку в Воркут лагер но дорог то никаких управления никакого и Инта в 41-м году выделили самостоятельные лагерь в Интинский ИТЛ уже со своими производственными задачами но по сути дело к этому времени она уже постоянно была связана с Воркутой они даже зэками и технологиями обменивались у них даже соцсоревнования было к этому к этому времени потому что была уже железная дорога можно было протянуть дальше у нас есть лагеря которые существовали там от месяца до полугода скажем заполярный ИТЛ югорский ИТЛ что это такое это от Воркуты решили осваивать эти системы расползаются силами Воркуты побережье Ледовитого океана там нужен порт в югорском шаре чтобы воркутинский уголь не по дороге а прямо тут недалеко отправлять морем в Архангельск югорскому ИТЛ поручили строить порт за полярному тянуть туда железную дорогу от Воркуты ну началась война эти лагеря быстренько свернули там не до этого было они просто существовали по сути дела несколько месяцев так не начав работу по сути дела но они порождены были Воркутой и зависели от Воркуты и вот по сути дела вот так вот потихоньку создалась действительно лагерная система основными элементами которые взаимодействующие были Воркута и Инта угольные Ухта нефтяная Ухты жемский лагерь и железнодорожные лагеря они опять же дробиться начали но в новом взаимодействии потому что сперва строили железную дорогу начали строить от Котласа до Ухты от Ухты до Печоры выяснилось что слишком далеко снабжение очень трудно снабжение снабжение меньше всего начальство волновало потому что зэки это люди второй категории для советского государства если не пятый от них требуется одно решить производственную задачу как что их при этом надо кормить одевать ну да конечно тут парадокс своеобразный потому что чтобы строить человек должен вообще-то есть отдыхать иметь одежду но государство считало что и так построят ну что с них взять ну зэки ну бандиты же враги поэтому снабжали их плохо конечно хотя тут тоже это отдельная тема сейчас мы ее касаться не будем тут есть тоже определенная динамика потому что снабжение лагерей в 30-е годы в 40-е и в 50-е это разные вещи скажем так так вот железнодорожный лагерь тоже разделили на две части по Печоре до Печоры строят Севжелдорлаг от Печоры до Воркуты Северопечорский железнодорожный лагерь причем Северопечорский железнодорожный лагерь выделили просто подразделения Севжелдорлага которые были от Печоры и стали Северопечорским лагерем два начальства две базы по сути дела строили одну железную С лагерной точки зрения это было вполне рационально, потому что строили железную дорогу вручную. Ну я только один пример приведу. Есть официальная книга «Севжилдорстрой», история «Севжилдорстроя», «Севжилдорлаком» и «Выпущенная же». Там приводится материально-техническая база, два экскаватора. До Печоры, от Котлуса до Печоры, два экскаватора, вся остальная насыпь известным способом. Ни одного шпала-укладчика, еще чего. Ни одного рейса-укладчика, это все зэки. Поэтому управлять растянутым контингентом стало практически невозможно. Вот и поделили его на два. Когда железную дорогу построили, в 1950 году их слили обратно в один, в Печорский ИТЛ, мощный. Причем в него начали вливать и остатки закрытых других лагерей. Печорский ИТЛ стал таким наследником и «Ухтыжимлага», и «Севжилдорлага», и «Пеньжилдорлага», и даже отчасти «Инталлага» и «Воркутлага». Существовали ли перемещения лагерных контингентов из лагеря в лагерь? Надо сказать, минимальные. То есть специально контингент из лагеря в лагерь не перебрасывали, по сути дела. Хотя у нас совершенно есть идиотские случаи, когда этапы уходили из Коми в Сибирь и из Сибири в Коми. Вот это было. Зачем? Эта логика и не поддается. Но это было. Но вот между лагерями Коми переброска заключенных была минимальной. Ну, по сути дела, она была только один раз, такая пертурбация серьезная. В 1948 году, когда у нас появились особые лагеря. В Коми было два особых лагеря. Минеральные в Инте и Речной в Воркуте. Причем Минеральные в Инте, по сути дела, полностью сменил Инталак. Инталак переделали в Минеральные. Причем, соответственно, тех, кто не имел 58-й, оттуда вывели. Правда, некоторые забыли, он так и не был, чисто политически. А 58-ю из других лагерей туда согнали. А в Воркутлаге даже пертурбацию не надо было делать, его поделили пополам. То есть он сохранился. Пол Воркуты было Воркутлаговской, пол Воркуты – Речлаговской. Но только из зоны в зону перевели. Вот 58-ю перевели на те шахты, которые передали Речлагу. А, соответственно, не 58-ю перевели на те шахты, которые остались в Воркутлаговом. У них даже одно время начальник один был, чтобы уж так особо-то не заморачиваться и не создавать там две такие-то бюрократические конторы. Но потом просто похватились, начальников разделили. Так они вдвоем в Воркуте и сидели. В Воркуте было два начальника. Вот, по сути дела, вот это последняя такая вот пертурбация лагерная, связанная с особыми лагерями. Теперь последний сюжет. Как эти лагеря, по сути дела, влияли на республику и были связаны с республикой. Но влияли они действительно серьезно, потому что Коми АССР действительно уникальная территория. Вы знаете, что, в общем-то, роль ГУЛАГа в промышленном развитии СССР у нас обычно преувеличивается. Такое, в обыденном сознании, ГУЛАГ построил у нас все. Нет, ГУЛАГ построил очень много, причем ГУЛАГ на обобщенное название еще, там ГУЛАГи были. ГУЛАГ построил очень много, но по подсчетам экономистов, мне нет оснований не доверять, ГУЛАГ это максимум 15% промышленного производства в стране. Это максимум. Ну, не будем забывать, что практически все сельское хозяйство, вся легкая промышленность все-таки были не ГУЛАГовскими в СССР. Там колхозными, вольными и так далее. А это очень серьезно в аграрной стране. По сути дела, машиностроение все было, почти все было не ГУЛАГовским. ГУЛАГ строил то, что посложнее. Так вот, в КОМИ-АССР было наоборот. В КОМИ-АССР, по сути дела, именно ГУЛАГ определял экономическое развитие территории. Ну, сохранилась, я тоже уже о ней рассказывал, сохранилась уникальная справка КОМИ-АССР, и здесь уникальная, потому что они были открытыми в этом не говорили вообще-то. В ЦК ВКПД, где они отчитывались по случаю 25-летия КОМИ-ААССР, и там была справочка о промышленном развитии, добыча угля лагеря 100%, добыча нефти 100%, добыча и переработка газа 100%, Производство электроэнергии, с вами память не изменяется, 95% в КОМИ АССР. Лесозаготовки, и то больше 50%. Во-вторых, лесозаготовки, и это в основном все-таки спецпоселенцы. А они хоть и числились за ГУЛАГом, но обычно в ГУЛАГовскую статистику не включались промышленную. Каким-то боком даже ГУЛАГ 30% легкой промышленности КОМИ АССР занимал. Чего же они там шили, тапочки или батники, я не знаю, но они в общую статистику входили. Нет, ну понятно, что они там партийные бюрократы, чтобы увеличить показатели, включая туда в силу. А поскольку в лагерях действительно были и промкомбинаты, и даже игрушки производили, у нас скоро будет уникальная выставка в Сыктывкаре лагерных игрушек. А когда? Сейчас точно не могу сказать, тогда скорее всего осенью подготовят ее по мотивам лагерных альбомов одного из художников, забыл фамилию, который рисовал эскизы этих игрушек. Потому что в Ракпасе, Севжил Дурлак, заметьте, железнодорогу строил, Ракпас это вот примерно вот здесь. В Ракпасе у Севжил Дурлака целый промкомбинат, который ваял игрушки, посуду. У нас на выставке есть в музее уникальные вазы огромные к 25-летию, к 40-летию, 30-летию Коми АССР, изготовленные и расписанные Ракпасским промкомбинатом. Так что они не только того, что немецких клепали, а игрушки, понятно, что для детских лагерных домов клепали их. Такие дома, мамкинные дома, существовали в каждом лагере, естественно. Так что это тоже все это было. То есть как раз в Коми-то промышленное развитие лагеря и определяли. Таких регион, ну, ладно, что Колыма, только там тоже все зависело от лагеря, можно назвать. И понятно, что, по сути дела, 30 лет во многом советскую власть в Коми заменяли вообще лагерные структуры, которые действовали абсолютно автономно. Они были формально вплетены в местную власть. Все начальники лагерей, по крайней мере в 40-е годы, были членами обкома партии. Ну, потому что они все партийные были, это понятно. Партийные организации лагерей подчинялись обкому КПСС, благодаря чему мы имеем уникальный комплекс источников в партийном архиве. В Коми-партийном архиве это отчеты партийных конференций лагерей, где можно найти не все, но, в общем-то, много интересного. Хозяйство Петрова, это даже в протоколе лагерного партийного собрания писали. Хозяйство Петрова отличилось там-то и там-то. А хозяйство Сидорова провалило план такой-то мероприятия и так далее. Лагеря выпускали свои газеты. Лагеря, по сути дела, от республики почти ничего не получали. Потому что местная партийная власть, я просмотрел все партийные документы, регулярно вмешивалась в действия лагерей. Но вмешивалась каким образом? Вот, предположим, вышло постановление ЦК ВКПБ об усилении качества строительства железной дороги. Обком КПСС лучше принимает свое постановление, а во исполнении настаиваем. И все это отсылается в начальник лагеря. Начальник лагеря, как партийный человек, естественно, ставит резолюцию усилить, углубить и усилить. И нифига не делает. То есть он делает то, что ему скажут в Москве. И тем, чем ему пришлют из Москвы. А на местное партийное руководство они, по сути дела, внимания не обращали. Ну, только для пиетета. Собственно говоря, так оно, в общем-то, на самом-то деле так оно и было. Потому что хозяевами-то были ГУЛАГ в КОМе, по сути дела. Но сохранился смешной документ, я тоже, по-моему, уже рассказывал о нем. Первый секретарь обкома партии просит начальника руководства Ижимского лагеря. И это уже послевоенные годы. Нельзя ли выделить, по-моему, число краски белой и гвоздей для ремонта здания КОМИ обкома КПСС? Ну, вам не надо рассказывать, что такое партийная власть, я полагаю. Понимаете? И начальник лагеря пишет резолюцию, товарищ Буртаков, выделить. А чего? Нам для обкома партии два ящика гвоздей, не жалко. Потому что в Ухте некоторое время вообще советской власти, например, не было. Ухта, как населенный пункт, ну, советской власти, именно советские органы советской власти, их заменяли лагеря. Скажем, Ухта, как населенный пункт, поселок Чивил, возник в 31-м году. А органы советской власти создали в 37-м. Горсовет избрали, представители горосполкова избрали, выборы провели. А 6 лет они ничего не делали. А начальник лагеря. И даже когда в Ухте, скажем, создали, и в Иркуте то же самое, я просто, по примеру, ты лучше знаю, создали органы советской власти, провели выборы, депутаты появились. Все равно хозяином в Ухте был начальник лагеря, товарищ Буртаков. Потому что есть же четкие росписи, 90% жилого фонда Ухты принадлежало лагерю, а не горсовету, не советской власти. Вся промышленность Ухты принадлежала лагерю. За городскими органами власти числась там, по-моему, один ремшлей-комбинат, ну, проще говоря, вот эта кустарная мастерская, чинь людям, починяем. И, по-моему, один хлеб-завод. Все бани были лагерями в Ухте, попробуйте без начальника помойтесь в бане. Во! Потому что все бани были лагерные. Все здания, все здания школ, все школы курировались лагерями. Директор школы вообще не имел любую мелочь, бумагу, я видел такие документы, бумагу просил у начальника лагеря для тетради, скажем, для наглядных пособий. И начальник лагеря, который подчинялся Москве напрямую, потому что, по сути дела, он был хозяином этой территории. Он регулировал всю эту территорию. Так продолжалось до 60-х годов, по сути дела. Вот эта страница, она как раз очень малоисследована. И я бы хотел даже на этом закончить, потому что другие сюжеты я пока так и не выяснил. Я прям не выяснил, не могу выяснить. Очень простой вопрос в заключении. А кто вообще, извиняюсь, жертву поставлял в лагеря? Ну да, заключенные питались плохо, но, извиняюсь, в лагерях, кроме заключенных, нужно было кормить еще арабу охранников, администрацию лагеря, которые, собственно говоря, уничтожали благополучно всю экономическую целесообразность. ГУЛАГа, это же дармоеды с точки зрения промышленности, производства. А они в производственном комбинате числятся, в лагерях, в структуре. Их хочу кормить, надо и зарплату платить. Это страшные убытки. Но их-то кто кормил? Ну и зэком надо какую-то картошку привозить иногда. Воркуте то же самое. Там же ни фига не растет. Там же только коровы еще. Коров завели, вот, воркуте было дело. Овощи поставлять. Вот кто это делал? Местные. Я не встретил ни одного документа, ни одной разнарядки, где бы обсуждал поставки продовольствия местными органами власти в лагеря. Или вся эта живность, там, все эти продукты завозились по разнарядке из центра, по железной дороге. Вот я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Хотя, согласитесь, он очень важен, потому что это вопрос жизни, вопрос жизни, в общем-то. Сколько мы читали, сколько мы писали про то, как кормили заключенных. Откуда бралась то, что кормили? Почему их так плохо кормили? Это не так просто ответить на этот вопрос. Одним словом, когда мы говорим о взаимоотношениях территории лагерей, я думаю, что здесь еще довольно много вопросов, на которые я сейчас, пожалуй, не смогу ответить. И поэтому на этом закончу ровно через час пять минут. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Я помню, для всех предупреждаю, я на дно ухо глухой. Поэтому не удивляйтесь, я буду подходить. Вопрос на уточнение. Вы сказали про какого-то человека, которого освободили, колонизирование. Колонизирование. Тихонович. Что значит это колонизирование? А это заключение как раз Якова Моисеевича Мороза. То есть заключенного не освобождали, а переводили на вольное поселение. То есть оставаясь заключенным, он имел право жить вне зоны, свободно передвигаться, даже получать зарплату на свою работу. Сперва это не было зарплаты, так говоря, как это вы знаете. То есть такой, я бы сказал, полувойный. Но при этом судимость с него не снимали. Вернее, судимость снимали его отдельно и освобождали, когда у него срок заканчивался. Какой экономической основе происходил обмен товарами между лагерями? Это же был явно не капитализм. Я понимаю, это явно не был. Коммунизм. То есть как это говорит, дай мне краски, не дам. Или дам. Или два килограмма, или двести. Как вообще этот товар обмен происходил? Либо он происходил, очень хороший вопрос, потому что именно через такие детали вообще можно лучше понять саму систему и то, о чем мы говорим. Знаете, я не могу полностью ответить на ваш вопрос. Происходил обмен, не купля-продажа. Этого точно не было. Ну это понятно. Происходил натуральный обмен по договоренности с начальствующим составом зоны. Они просто просили, могли не дать. Если не было указания с Москвы. Потому что, по сути дела, указание об обмене ресурсами, или о поставке одних ресурсов в другом лагере, давала Москва, по сути дела. Как ни странно, ну да. Такую переписку я встречал, что там требуется передать из такого-то лагеря в такой-то лагерь, скажем, там энное число лопат. Это распоряжение Москвы шло. А начальники могли только договариваться между собой, ну так сказать, как уж получится. Потому что борьба, надо сказать, что за ресурсы шла довольно жесткая. Ну вы понимаете, что особенно за продовольствие шла между начальниками довольно жесткая. Потому что, ну, доходило до того, мне это случай известный, когда один начальник, пользуясь тем, что он начальник на железной дороге, присваивал себе там энное число продуктов, которые шли в другой лагерь. И которые до туда не доходили, скажем так. То есть, по сути дела, восток этого, я так думаю, натуральный обмен. Ты в ней, я тебе. Ну, обязательно под контролем, да? А? Обязательно под контролем. Под контролем. Нет, ну, наверное, были случаи, конечно, и бесконтрольного обмена. Вот. Негласного. Ну, понимаете, на документах установить их практически невозможно. Когда они обменивались там. Причем еще есть местные органы власти, они бывало, что обменивались. То есть, это чудной способ вообще. Ну? Чудной, говорю, способ такой. Честно говоря, Реакция, ну, что говоря, вся лагерная экономика, она вся чудная. Она вся, она вся дурацкая. Так, так не делают. Так вот, знаете, так экономически, так стройки не делают. А у нас делали. Ну и что? А мы же дальше. Так, а мы еще. А мы не можем. Еще. Давайте. Нет, нет. Я хотела узнать, а есть ли какие-то цифры, сравнения? Можно сравнивать смертность в этих лагерях и смертность в других каких-то временах? Ну, видите ли, по вопросу о смерти, это вообще очень темный вопрос, поскольку, что говоря, как демографически мы смертность подсчитать в лагерях практически не можем. Мы можем только назвать число умерших за определенный год, и то у меня есть большие сомнения, что это цифры правильные из отчетов лагерей. Если сравнивать, ну, скажем так, число умерших по отношению к численности лагерного среди на 1 января, то я не вижу особой разницы между лагерями Коми и другими. В лагерях Коми, как и везде, пик смертности приходится на военные годы. Это да, но это везде, во всех лагерях так было, потому что с 41 по 45 это самое ужасное время КУЛАГа. Это дикая смертность. У нас дошло до того, что одного начальника лагеря, уникальный случай, вообще за превышение лимита смертности вообще арестовали и расстреляли Большакова, железнодорожного лагеря. А ленин какой был? А это загадка. Не, ну он-то умудрился угробить целую колонну, там, как ли мне, сейчас, боюсь соврать наизусть, около 10 тысяч человек. Он их загнал просто на стройку, зимой, в 41-го, вообще не обеспечив даже палатками. Из них практически никто не вернулся. Живых, ну, как в сегодняшний случай уникальный, его отдали под суд. Нет, Якова Моисеевича Мороза тоже расстреляли. На 1937-й год был, он как вредитель со всей командой пошел. Вот вы сказали, что до начала лагерей было 300 тысяч жителей, да. Сейчас 850 жителей, а можно как-то понять, ну, хоть приблизительно, вот эти 550, это все, как бы, последствия лагерей, в какой части, или это все-таки по наехавшей своей воле? И вообще, там же, я так понимаю, по неволе въехала, очень много еще и погибло. То есть можно какие-то сравнительные цифры вот в этой области, или это сложно? Нет, это не сложно, просто я боюсь, что наизусть-то я вам больше не расскажу. Скажем так, национальный состав населения Коми АССР начал потихоньку меняться в 30-е годы. До 30-х годов Коми составляли, ну, скажем, даже по переписи 37-го года, вот это вот репрессирование в переписи, Коми составляли 72% жителей в республике. Но это при том, 72-го, это много, потому что вообще-то север был русский, это Усть-Цильма. То есть поклонный год русская территория. И кроме того, по переписи 39-го года уже учитывали, как вольные жители некоторых спецпоселенцев. Началось размывание. Резкий скачет произошел в 50-е годы. И здесь я не могу сказать пропорцию, но причин, конечно, две. Это не только то, что в республике остались многие бывшие заключенные. Хотя, скажем, Воркута, Инта, Печора, это чисто русские города. В Воркуте Коми составляет 2% населения. Но плюс это приток, конечно, так называемых вербованных. После войны, когда начали сворачивать лагерную систему, стал серьезный вопрос, это по документам последовательство, а что дальше делать с Воркутой и Синтой? Я, по-моему, рассказывал, даже смешной доходил случай, что начальник Воркутинского лагеря писал в Москву, нельзя ли нам прислать этап женщин, потому что залог оседлости – это здоровая советская семья. А у нас в Воркуте с этим беда. 80% населения – это мужики, 20% – женщин. Так вы нам, женщины, пришлите, пожалуйста, мы их освободим, созадим советские семьи, укрепим Воркуту, так сказать. Так что там пошел уже поток вербованных, так называемых, которые составили, можно сказать, вторую часть населения северных городов. А это, по сути дела, кроме Сыктывкара, других городов национальных коми нет. Но даже в Сыктывкаре сейчас коми составляют 24% населения. Про остальные города я вам просто молчу. Про Воркуту я назвал 2%. Пожалуйста. У меня вопрос к расстоянию. Креодически вы отсылались на расстоянии от Ухты до Воркуты, от Ухты, от Ухты, от Ухты, от Ухты, от Ухты, от Воркуты. А приблизительно калометражу круглых баранов. А больше тысячи километров? А Северопечорская железная дорога больше тысячи километров? Вот как раз по диагонали. 2 из квадрата. А? 2 из квадрата. Ну да. Как коснулись вот большая чистка 37-38 года лагерей? Страшно коснулись, разумеется. Потому что Ухт-Печлак как раз попал в категорию лагерей, подпадавших под известный приказ 447. где был установлен лимит, попадавший под первую и вторую категорию по лагерям. Но там в приказе не были четко расписаны, какие именно лагеря попадают под эту категорию. Вот Ухт-Печлак попал. У него поступила отдельная телефонограмма, было расстреляно по этой операции 2 с половиной тысячи заключенных. Я знаю, я сейчас просто говорю приблизительно, потому что я знаю точную цифру, но сейчас боюсь, что ее наизусть не вспомню. По-моему, 2613 человек. Потому что, почему по этой операции попал Ухт-Печлак? Дело в том, что Ухт-Печлак к началу операции стал одним из самых основных политических лагерей. Дело в том, что когда начали сажать троцкистов, 36-й год, всем давать пятерку, для них им определили два лагеря. Северо-восточный, Колыма, и Ухт-Печорский. И в Ухт-Печорском перед операцией Большого террора число политзеков перевалило за 50%. Это, в общем-то, уникальный случай. В других лагерях к тому времени было гораздо меньше. Для заключения повторяют Колымы. Поэтому, естественно, Ухт-Печлак попал в категорию, где проводилась эта операция. У нас подробные есть списки расстрелянных. Повторяю, это немногим больше двух с половиной тысяч человек. Они все были расстреляны. Причем, я, по-моему, рассказывал уже об этой операции, как она проводилась. Это страшные цифры. Поскольку, ну, вы знаете об этой операции Большого террора, но у нас она доходила до абсурда. Это, скажем, справки по проведению операции. Есть такие цифры. Сейчас, опять же, наизусть не вспомню. Но, к примеру, 12 человек. Приговор не приведет в исполнение, потому что не смогли найти их в лагере. Четверых, я сам знаю пофамильно, расстреляли якобы дважды по бумагам. Одного трижды по бумагам. Есть три протокола расстрела на одного человека. Протоколы, повторяю, не по отчетам. Я их сам смотрел. Мне разрешили. Было такое время, что я сумел получить протоколы расстрелов. Списки эти расстрельные подлинники в архиве ФСБ по КОМИ. Вот до этого доходило. То есть приговор выносили заочно, можно сказать. Хотя по документам они все прошли через следствие. Больше двух тысяч расстрелянных. Скажите, за кого было на твое приездо? Эшва. Эшва? Эшва – это сектырка практически. Извините, мне там довелось свое время строить. То, что я, как я, работали с зеками. Зеки работали днем, а нас с шабашниками загоняли ночью. Мне интересно, есть ли там сейчас лагерь такая? И был ли он в те времена, о которых вы рассказываете? Ну, тут, понимаете, в те времена не было. В Эшве, Эшва, для тех, кто не знает, это сейчас район Сыктывкара. Вот здесь вот. Но практически это самостоятельный город, потому что он построен при огромном лесопромышленном комплексе. В 18 километрах от Сыктывкара. Комплекс начали строить в 60-е годы. И тогда, в 60-е годы, на строительстве комплекса, это уже не ГУЛАГ, на строительстве комплекса использовали труд заключенных. А до этого там заключенных не было. Там были только спецпоселенцы. Еще не было Эшвы, не было из промышленного комбината. Было Слобода. Село Слобода. Это вот на месте села Эшвы и построено. Слобода была спецпоселенческим поселением. Там были после войны литовцы, немцы, на сплаве они работали. До этого там лагерей не было. В округе были, Эшвы не было. А когда еще раз, на Печоре сейчас есть вот разброска баржей? Печоре? Да, Печора вот веду его. Да, конечно. Есть. Да, конечно. Печор остается речным портом. А там так, да? Да, там до сих пор даже пароходство сохранилось, как ни странно. Что-то плавает. А границы Республики Коми сформированы еще до лагерной истории? Или они как-то связаны с ней? Ну вот Воркута там так. Они частично связаны. Кстати, это тоже интересный сюжет, который я просто за недостатком времени не затронул. Касается этого южного, ой, северного арбиндикса Воркутинского. Дело в том, что, это к вопросу о соотношении советской власти, официальных и лагерей. Дело в том, что Воркута, стоит на речке Воркута, вот именно вот так вот в то время проходила граница между Менецким национальным округом и Республикой Коми. Ну, тогда Коми автономной областью. Никому, собственно говоря, дела не было до того, что первая Воркута, рудник так называемый, построена на Коми территории. И нормально. А в 1937 году стали строить город в Воркуту на противоположном берегу реки. А это был уже Ненецкий национальный округ. И никто на это не обратил внимания, в том числе и Ненецкий округ. У нас мубликован забавный документ в советском еще сборнике «Культурное строительство в Коми АССР», где секретаря Ненецкого окружкома спрашивают, а как у вас культурная работа и в Воркуте из Москвы? А он отвечает, а это что, наша территория? Я говорю, Милыч, ну ты что? Поэтому срочно пришлось сперва в Воркуту подкорректировать и отнести к Коми. Последняя корректировка была, вот там севернее, вон Халмирью, самый нежилой поселок уже числится, самый северный за Воркутой. В Халмирью начали в 50-е годы добывать уголь, очень активно, но после войны. Оказалось, что Халмирью тоже в Ненецком округе. И вот в конце 50-х, в последний раз в примере территории, образовался современный северный выступ. Так что на севере лагеря повлияли даже таким образом на формирование территории республики Коми современной. Другие не влияли, потому что, хотя экономическая деятельность лагерей в Коми постоянно вылезала за их границы. Но это же не дорожных лагерей в основном. Скажем, мы, вот эта вот железная дорога, Сейда, Елецкий, она уходит дальше на Салихард. Ее-то строил другой лагерь, 506-я стройка. А вот эту дорогу наши строили, им поручили. Поэтому они как бы вот так вот соединялись. То же самое было под Котласом, когда Северодвинский ИТЛ строил дорогу Коноша-Котлас. Достроили, подключились наши. Начали, взяли ее в эксплуатацию. Получилось, что наш лагер эксплуатировал их железную дорогу, скажем так, отвечал за эксплуатацию. Никто на эти границы не смотрел. Потому что мне совершенно неизвестны, скажем, документы по переписке советских органов власти, разных областей, касающихся действующей системы лагерей. Мне такие документы неизвестны. Михаил Борисович, я хотела спросить, уже после 50-х, 60-х, 70-х годов, какое количество лагерей тут было, и как они постепенно уменьшались. Так что мы были, например, в районе Троицко-Печевска, на Нижнем Огре, мы жили на территории бывшего политлагеря, и там еще остатки этой администрации, они там встали в администрации, там поселка занимались всякими. Но он еще отстает там. Да. Вот. И что вот это вот здесь строилось, вот эта вся дорога от Троицко-Печевска, с канзэками, и там, как все говорили, что там пуст полно трупами, эта дорога вся. Вот. А, в общем, когда мы были, уже там лагерей не было и близко. Вот насколько уменьшалось количество лагерей после вот того, что... Они, эта система, вот практически ни один лагерь до 60-го года, когда официально прекратилось существование ГУЛАГ, практически ни один лагерь не был уничтожен, закрыт сразу полностью. Они, как шагреневая кожа, уменьшались постепенно, вливаясь друг в друга. Это подразделение. Последним, по сути дела, оказался Усть-Вымский, или Заготовительный лагерь, который просто переделывали в учреждения Ан-243. И Печорский лагерь, который впитал в себя остатки Воркутинского... Нет, Воркутинский остался, он тоже до 60-го года был, в третьем. Вот, Интинского, почему-то не Воркутинский, впитал в себя. Северного железнодорожного, Северопечорского железнодорожного. А вот под Троицком и Печорском они довольно-то рано были лепитированы. В 58-м там. В 58-м там говорили, во всяком случае. Ну, там были Заготовительные уже пункты, потому что там до этого был судострой. Как раз вот Митрофан Гекости в этом районе, который строил баржи для Воркут-Лага вообще. Как ни странно, он относился к Воркуте, этот судострой. Сперва к Копечорскому, они его построили первые, потом Копечорский сказал, он нам не нужен. Его передали железнодорожному, он сказал, нам тоже не нужен. Его почему-то в Воркуте передали. Но он был закрыт, еще эта система, еще в конце 30-х годов. Вот, когда уже начали строить железную дорогу там до Троицкопечорска, там, да, там уже... Там не было, когда мы были? Нет, сейчас ездили на дорогу. До Троицкопечорска. Да, представьте себе. А это все ответвление от Печорской дороги. Нет, это понятно. Но мы до Ухты ездили, а потом... Да, 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 потом автобус. До нас было 5 часов, а там до Троицкопечорска... Да, потом автобусом надо было трястись по жуткой дороге. Причем такая дохлая... У меня связаны страшные воспоминания. Зимой там это было, автобус встал и все, и что хочется, это делать. Я там выпал из автобуса. Ну, мы там в экспедиции, я по основной профессии эргограф, мы там в экспедиции болтались. Автобус был настолько набит с рюкзаками, что он ехал... Там быстрее 20 километров ехать нельзя было, вот такая вот была. Он ехал с открытыми дверями, я бы и помню. Ну, слава богу, без последствий, конечно, опасность, то есть, да... Как вы понимаете, автобус там не летел. Подобрали, подобрали? Ну, конечно, там нас было, человек 8, все заорали, стой, гад! Да, втиснули меня обратно, даже посадили на рюкзак. Ну, да, вопрос к более позднему, наверное, периоду все-таки. Я была в Воркуте, была несколько раз в Коми, и проехала по большому кольцу в Воркутинскому лагеря, шахты. И там есть такая шахта, была, Бюршор, знаменитая. Вы не напомните историю восстания на Юршоре? Ну, это не восстание, а Юршор... Но за бостовки! Да, за бостовки, потому что сейчас Юршора-то нет уже, как нет, сколько говоря, и большого кольца. Воркута из 200-тысячного города превратилась в 60-тысячный. Практически все поселки закрыты, за исключением Воркашора. И на Юршоре тоже уже давно поселка нету, только вот памятники на кладбище участникам забастовки 1953-го года. Это одна из трех крупнейших акций протеста после сталинских лагерях. Первый Кингир, Норильск и Воркута. Воркута это как раз Юршор, потому что два лагпункта на Юршоре как раз объявили, что они не выходят на работу, пока не будет удовлетворены их требования заключенных о смягчении режима. Но больше они не рассчитывали. Эта акция была подавлена с помощью оружия. Сколько было убито? По официальным данным сейчас около 50 человек. Но это бронье на самом деле больше. И удивительно то, что могилы этих расстрельных сохранились. Сами освободившиеся зэки, похоронив своих товарищей, сохраняли их могилы. И они практически все дошли до нашего... Сейчас это мемориальное кладбище. Большая часть Воркутского кладбища уничтожена. Но вот эта сохранена около дороги. И там несколько памятников стоит. И на каждом могиле сейчас крест и табличка именная. Меня поразило, когда Юршор как бы в центре стоит. А рядом это кладбище. Оно было ухоженное. Да, да, да. Чистенькое. И мне сказали, что приезжала какая-то делегация из Прибалтики. Что там много прибалтов было. Там Литовцы. В этой забастовке. И они привели в порядок. Это было единственное ухоженное кладбище. Там даже не приезжали. Ой, сейчас вот опять же у нас литовская политика сейчас вмешалась. Еще в 50-е годы отец и сын литовцы, бывшие заключенные, остались в Воркуте. А вот они как раз сохранили, к сожалению, не могу назвать фамилию, но вылетело из головы. Вот они вдвоем сохранили вот эти могилы. И они, когда уже в 90-е приехали делегации из Литвы, потомков литовских зеков, и поставили памятник, каплицу, они уже могилы застали ухоженными. По крайней мере, ухоженными, не ухоженными, не ухоженными, обозначенными. Сохранилась вот обозначенность могил, что крайне редко, как вы понимаете, для лагерных кладбищ. Благодаря этому ухаживал за ними уже потом в Воркутинский мемориал. Они там уже и сейчас ухаживают, там все в порядке. Но они все, по крайней мере, известные, именные были. У нас такое одно только кладбище еще в Абизе, благодаря одной из Абийских кладбищ, благодаря, ну, действительно, титанического труда Виктора Ложкина, который сумел найти и обознать могилы на Абийском кладбище. Не все, но там больше ста могил именных. А какие восстания еще подобные были какие-то? Восстания подобные были? Кингир, Норильск. Да, вот это классическая, так сказать, вот триада. Потому что были и другие формы протеста, но наиболее известные вот эти вот три забастовки. Кингир, Норильск, Воркута. Но Воркута это ее вшел. В принципе, это внутри Воркуты, да? А какое самое экзотическое лагерное производство было в Коми на ваш вкус? Честно говоря, по мне, так любое экзотическое было. Потому что ни одно производство так вообще по-нормальному не делают. Вот, пожалуй, я его назвал, производство игрушек, скажем. Ну, действительно, целый цех был игрушечный в Ракпасе, который производил пионеров. Ну, есть игрушки, сохранились некоторые. Я их видел в Национальном музее. Пионеры, пионерка, скажем, вот стоят деревянные. Потом какие-то там грузовичок, грузовичок трехтонка, маленький, деревянный такой, который, помните, мы все в детстве таскали такие грузовички. Керамическое производство на том же Ракпасе. Вполне экзотическое было, скажем, производство лекарств в Печоре. Там была уникальная контора под названием «НИПНЕЛ» – научно-исследовательская база. Печерлага, которая заботилась о здоровье населения. Они производили лекарства уникальные. Ну, благо, там было кого производить. А там лаборантами трудились профессор Страдовский, медик, там Данишевский, профессор медицины, руководил этим НИПНЕЛ. Они производили как раз эту противоцинговую жидкость, на поток поставили. А чтобы начальнику лагеря понравилось, он приказал там целое производство организовать. Проблема была в том, что нечем было флаконы закупоривать, чтобы рассылать флаконов-то хватало. Нашли физика. Ой, что-то что мне в последний спамяте стало. Известный физик, тоже профессор. Он изобрел из пробки из еловой коры, с помощью обработки определенного состава. Делал ее пластичной, из них делали пробки. Вот, затыкали эти флаконы. Вот, можно сказать. А про водное вы сказали или нет? Про водное вы говорили или нет? Про водное? Ну, сейчас не говорю. А вообще-то тоже у них... Ну, это не экзотическое, это уникальное производство. Но там на водном, это радиовые промыслы. Это крупнейший в СССР комбинат по производству радиа был. Только не из радиовой руды, а из радиовых вод. Которые тоже, кстати говоря, нашли случайно рядом с нефтью вод. Вот, но это тоже под Ухтой. Где он тут? Куда он стоялся? Ну, он с другой стороны, с другой стороны. Куда? Куда? Куда он тут стоит? Вот здесь он, под Ухтой. Так там была лечебница на водном. Врачи всерьез полагали, что радиовыми водами можно лечить людей. Потом их обозвали русскими этими Менгелями. На самом деле они ничего плохого не имеют. Тогда радиация была практически неисследованной. И они действительно помещали зэков в ванны с радиовой водой. И измеряли, как это действует, скажем, на суставы. Вот, лечили кожные болезни. Они были убеждены, что это можно сделать. Всерьез хотели открыть санаторий в Ухте на основе радиовых. Не радоновых, а радиовых именно. В водолечебницу. Есть докладные записки этих врачей. Хотя, конечно, никакими Менгелями они не были. Повторяю, они и сами туда лазили, собственно говоря. И даже устанавливали, что там да, там экзема проходит. Ну, ради, чем пойдет, чего угодно пройдет. Я бы с удовольствием. Я видел в музее, господи, что это за дворы, Берскенинкай. Там просто вот люди с какими-то трубками, внутри которых радиовода, и там просто не был такой курорт. Кстати говоря, последняя деталь еще, надо было сказать именно об этом. О соотношении властей. В 40-м году советские власти КОМИ всерьез разрабатывали проекты, подали его в Москву, о перенесении столицы из Сыктывкара в Мухту. Что, повторяю, не лагерное начальство, а советское начальство, совет народных комиссаров КОМИ и ССС. Подал докладную записку, черт его знает, чем это, и обосновал, почему надо перенести столицу из Сыктывкара в Мухту. Чем это кончилось, черт его знает, но началась война, и все это просто похерили. И проект дальше не пошел. Но проект был серьезно экономически, так сказать, обоснованный, разработанный, повторяю, именно советской властью, а не лагерной. Потом еще, думаю, ух ты, вообще главный аргумент был, да ух ты, есть железная дорога, да Сыктывкара нету. Что чистая правда, поскольку, видите, дорога строилась лагерями для лагерей, а Сыктывкар остался в стороне. И сюда первый поезд пришел в 61-м году, на 20 лет позже, чем на Пуке. Вот, вот построили от Мигуне. Так что вот. А какие коми, памятники жертвам политических репрессий в каких городах есть? Ну, проще сказать, каких их нету. Дело в том, что вообще, ну и, пожалуй, что по числу памятников, наверное, мы впереди. К сожалению, потому что есть повод, кстати, впереди России всей. У нас памятники есть практически во всех городах. И в Сыктывкаре общий памятник жертвам политрепрессий. Вот в Иркуте, как ни странно, был первый закладной камень поставлен, а памятника нету. Там масса частных памятников. Ну, это другой. Ну, это сама как памятник. А? Ну, да. Ну, это сама как памятник. И там масса, там два польских памятника, там литовский, немецкий крест, венгерский крест. А вот общегородского, нашим, всем, не нашим, всем, вот такого нет в Иркуте. В Ухте есть, в Сосногорске памятник поставлен, вот именно лагерям. В Инте, но в Инте там тоже закладной камень стал памятником по существу. Да, тоже, там есть частные памятники, но общегородской, жертвам Инталага, там как закладной камень, так и остался памятником. Вот, в Печоре памятник поставлен на кладбище, жертвам Печорлага. Практически в Евре, да, в Евре сам открывал, в Усть-Веми, вот, короче, у нас их более 50, вообще-то. Даже, да, больше, больше, около 80 сейчас. Ну, только у нас на учете 86 памятников, не считая памятных знаков, потому что очень много людей ставят памятные знаки на местах лагпунктов. Ну, там, вот, скажем, был случай, приехала семья из Москвы поставить памятник своему дедушке на машинах. Они привезли два креста, ну, точнее, не привезли, мы сделали кресты, они оплатили, чтобы тащить. Один дедушке на кладбище поставили, где он похоронен, в Ускуловском районе, а второй специально поставили всем Пузникову Лагчинлага и поставили на общий лагинок кладбище в поселке Югодняк. Вот, так сказать, можно сказать, что этот памятник, он общий. Также и памятник около Аджерома, это под Коктеросом, вот здесь, Смилингис поставил, узникам лесных лагерей. Это общий памятник, он стоит у дороги, это огромный булыжник, который он сам припер. Ну, чтобы было понятно, Анатолий Антоновичу 92 года исполнилось. Недавно он припер, на постамент поставил, на который лет пять не обращала внимания вообще районная администрация. Ну, стоит и стоит себе булыжник, грузникам лесных лагерей. Потом мы провели международную конференцию. Заинтересовалось областное начальство. Куда вы повезете? Говорят, вот в Аджером, там памятник есть. Потом Антонович рассказывает, за ночь памятник сделали по новой. Отсыпали новую горку, сделали лестницу, поставили скамейки. Утром Антонович приезжает, матушки бои, улыжник на месте, табличка есть, памятник совсем другой. Теперь он во всех путеводителях, улыжникам, лесных лагерей. То есть администрация как-то, в смысле, начальство, как-то этому способствует, да, тоже? Ну, знаете, по-разному, конечно. Но вот республиканский мемориал в Сыктывкаре, по сути дела, это как инициатива начальства. Да, скажем так, мы, конечно, поскольку, скажем так, именно глава республики Спиридонов тогда был, вообще своеобразный человек, это отдельный рассказ, именно он настоял на установке этого памятника, ну, как вы понимаете, это был памятник открытым в 2000-м, а заложен камень, былыжник, еще где-то в Семипове поменяет в 95-96-м. Тогда уже советской власти не было, но все было нормально. Без первого лица ничего не делалось. И главное, что он деньги дал. Мы собрали пожертвования, частично, ну, пожертвования там, может, составляют процентов 10 стоимости этого памятника. Был общереспубликанский, удачный, неудачный, второй вопрос. Но был общереспубликанский конкурс, мемориал был одним из экспертов этого конкурса, вот, и открывали мы вместе, и мемориал, и глава республики. А как вообще настроение в республике, в населении? Как настроение, отношение к этим памятникам, да, там, население? Конечно же, разное, как и везде. Но все-таки процентное, если говорить. Нет, понимаете, отношение к этим событиям в Оркуте одно, в Сыктывкаре другое. Это, я полагаю, это понятно, потому что в Оркуте до сих пор половина населения, если не больше, как-то связано с этими лагерями, через родственников, по-другому как-то, но связано. Это их личная семейная история. Потом, понимаете, у них в Оркута перед глазами. В Сыктывкаре по-разному общество очень сильно расколото, и в южных районах, до полярных точек зрения. Это преступление, все было сделано правильно. Ну, сейчас, скажем, набирает силу, я смотрю по интернету, скажем, мнение о том, что в послевоенных лагерях, да военных там по-разному, вот в послевоенных лагерях сидели одни бандиты, антисоветчики, изменники Родины и прибалтийские националисты, ну и бандеровцы, но без бандеровцев сейчас куда же, вы понимаете? Без них у нас сейчас никуда. И бандеровцы. Вот это довольно распространенное, увы, сейчас мнение. Сколько я там не приводил статистики. То есть вы с Пуниными не общаетесь, с потомками Ахматовой? Нет, не приходилось. Я знаю, что Пунин похоронен в Абизе, могила его сохранена, там поставлен в мемориальный памятник, но вот с родственниками мне не приходилось встречаться, равно как и с Корсавинскими тоже. Как-то Абизь довольно далековато, я там всего два раза буду признаться в Абизе. Два раза до Абизи да еще. Большое вам спасибо. Отпустим нашего Олега? А я вас отпущу.